Из воспоминаний Иохима Вивера «Катастрофа на Волге». Повествуя о Сталинградской катастрофе и вообще о минувшей войне, Манштейн старательно избегает каких бы то ни было политических оценок. Это лишь доказывает, что проблемы морального оправдания политики, ее нравственная сторона, одним словом, все те вопросы, которые именно в то время мучительно старались разрешить для себя многие немецкие военные, и не только такие выдающиеся, как Бек, самого фельдмаршала нисколько не волновали, или говоря ясней, выходили, по его мнению, за пределы компетенции немецкого генерала. В связи с этим следует вспомнить, что руководители немецкого движения «Сопротивление» хотели использовать поражение под Сталинградом, кстати сказать, предсказанное Беком, вплоть до отдельных деталей, в качестве предлога для того, чтобы с помощью некоторых из немецких фельдмаршалов отстранить Гитлера от руководства военными действиями на Восточном фронте. Впрочем, необходимой предпосылкой для этого они считали открытый отказ генерала Паулюса повиноваться приказу Гитлера, рассчитывая на то, что командующий 6-й армией во имя спасения своих солдат будет действовать на свой страх и риск, или, по крайней мере, обратиться в последнюю минуту с воззванием к армии и немецкому народу, превратив таким образом Сталинградскую катастрофу, постигшую нас по вине Гитлера, в тревожный набат. Но ничего подобного не произошло. Более того, немецкие высшие военачальники и после Сталинградского сражения, которое, казалось бы, должно было окончательно убедить их, что продолжение войны для Германии смерти подобно, продолжали служить Гитлеру верой и правдой. Это вызвало горькое разочарование и ожесточение у руководителей немецкого сопротивления. И в то же время укрепило их решимость любыми, пусть самими крайними средствами, покончить с войной. Как говорят, Бек заявил тогда, что после свержения Гитлера он, не колеблясь, предал бы Паулюса военному суду за преступное бездействие. Тем же чувством ожесточения и горечи объясняется, по-видимому, и та резкость, с которой осуждали Манштейна некоторые участники немецкого сопротивления, упрекавшая фельдмаршала в том, что, увлекаясь решением частных оперативных задач, он, что называется, не видит за деревьями леса, то есть начисто забывает обо всем ходе войны и теряет чувство исторической перспективы. Так или иначе, ясно одно – уверенность в неизбежном катастрофическом поражении в войне, которая, как ни крути, была для нас войной во имя Гитлера. И оценка, согласно которой положение Германии на фронтах после Сталинградского побоища, было безнадежным. Отнюдь не является, говоря словами Манштейна, запоздалыми плодами заднего ума. Между прочим, сам фельдмаршал на скамье подсудимых в Гамбурге, отвечая своему английскому защитнику, отстаивавшему его интересы на вопрос о том, какому времени он, Манштейн, сам убедился в неизбежности поражения, заявил дословно следующее. «Зимой 1942 года я понял, что нам не одержать победы в этой войне. Мы уже никак не могли удержать предельно растянутый фронт в России. Я понимал, что русские с их неисчерпаемыми людскими резервами, продвигаясь шаг за шагом, в конце концов раздавят нас». Впрочем, тут же на процессе, как и в поздней Сталинградской главе потерянных побед, фельдмаршал сказал, что по его убеждению у Германии, тогда еще была реальная возможность закончить войну на фронтах, в ничью. Тем самым создав предпосылку и для политического ничейного исхода. Проведенные им военные операции, по его словам, объективно предоставляли такую возможность. И лишь после того, как Гитлер ее не использовал, поражение Германии стало неизбежным. Подобная точка зрения убедительно свидетельствует о том, что Манштейн переоценивает так называемую «чистую стратегию», которую на самом деле нельзя рассматривать в отрыве от прочих факторов, определяющих в своей совокупности исход современной войны. Нечего и говорить, что он при этом совершенно сбрасывает со счета всю психологическую и политическую специфику, связанную с личностью Гитлера. И неудивительно, для фельдмаршала война была своего рода шахматной партией, где успех зависит исключительно только от виртуозной игры маэстро. Подобное мышление в узкопрофессиональных внешних военных категориях и переоценка чисто стратегических аспектов невольно заставляют вспомнить слова все того же генерал-полковника Бека, который еще в 1938 году писал «Многие из нас и по сей день считают, что большую войну можно решить в свою пользу одними лишь победами на поле брани. Это ложное и роковое заблуждение. И просто необъяснимо, почему оно бытует в наше время, когда везде и всюду только говорят, что о тотальной войне. К чему ведет безответственное и беззаконное ведение войны? Манштейн не устает повторять, что поражение Германии в минувшей войне не лишило высокого нравственного смысла трагедию 6-й армии, хотя гибель ее и оказалась напрасной жертвой. Фельдмаршал вновь и вновь подчеркивает, что подвиги немецких солдат, погибших на берегу Волги, войдут в историю как пример воинской доблести и верности долгу, что слава их не померкнет и память о них не умрет. Не слишком ли дешевый это пафос? Поведав потомкам о сталинградской трагедии, Фельдмаршал под конец и на скорую руку воздает хвалу немецкому солдату, не скупясь на эпитеты и превосходные степени. Но все эти разлагольствования о героизме, равного которому, пожалуй, не найти во всей военной истории, выглядят во многих отношениях более чем сомнительно. Если уж говорить о беспримерном героизме и верности долгу, не имеющих себя равных в истории, то можно назвать немецкие и ненемецкие примеры подобной храбрости, отваги и самоотверженности, и в частности назвать ту доблестную советскую 62-ю армию, которая осенью 1942 года в огненном аду Сталинграда долгие месяцы упорно обороняла два небольших плацдарма на Волжском берегу, храбро сражаясь и выстоял под яростным напором превосходящих немецких сил. Она создала предпосылки для победоносного завершения этой великой битвы. Спору нет. В течение многих недель, вплоть до середины января 1943 года, немецкие солдаты в Сталинградском котле показали высокие образцы отваги и боевого товарищества. Но после этого в обстановке, когда солдаты, исчерпавшие все свои моральные и физические силы, просто не могли больше сражаться, говорить о доблести и верности уже не приходилось. Конечно, и в последней фазе сражения для нас это была целая вечность. Наши люди в отдельных случаях проявляли личное мужество, а подчас и жертвовали собой, спасая товарищей. Но в общем и целом их героизм в те дни был лишь безграничным терпением обреченных. Истощенные, обессиленные, они умирали медленной, мучительной смертью. Покорившись неотвратимой судьбе, солдаты упали в полнейшую апатию и лишь иногда оказывали отчаянное предсмертное сопротивление, побуждаемое гаснущим инстинктом самосохранение. Приказы держаться до конца и беспрекословное повиновение этим приказам в подобной обстановке свидетельствовали не о доблести и верности солдат, а о безответственности командования. На завершающем этапе битвы, когда воинская дисциплина стала постепенно ослабевать, у нас случилось всякое. Одни судорожно пытались действовать по уставу и держать себя и других в узде. Другие в отчаянии пускали себе пулю в лоб. Одни проклинали Гитлера и высшее командование, другие все еще надеялись, неведомо на что. В отдельных частях вспыхивали мятежи, которые беспощадно подавлялись. И не раз в эти дни немецкие солдаты стреляли в немцев, пытавшихся капитулировать вопреки приказу. Все это было уже чудовищной карикатурой на армию. От принципов воинской этики в котле не осталось и следа. Вот почему, анализируя Сталинградское сражение, было бы куда более уместным и правильным говорить прежде всего о том, как немецкое высшее командование самым подлым образом надругалось над преданностью своих подчиненных от простого солдата до генерал-фельдмаршала. Какой огромный капитал преданности и мужества был растрачен впустую. Летописец Сталинградской битвы, кто бы он ни был, обязан основной упор сделать на то, что немецкое Верховное командование ради достижения высшей степени сомнительных целей предало своих солдат и обрекло их на неминуемую смерть на берегах Волги. Что оно в нарушении принципа воинской этики злоупотребило доверием и беспрекословным повиновением людей, до конца исполнявших свой воинский долг, не щадя ни сил, ни жизни. Уйти от этого неопровержимого факта автор может лишь фальсифицируя недопустимым образом сами понятия воинской доблести, долга, чести, лишая их какого бы то ни было положительного содержания и нравственного смысла. Нечего и говорить о том, сколько опасны и вредны подобные абстракции. Читая мемуары Манштейна и прежде всего их Сталинградскую главу, трудно избавиться от впечатления, что в данном случае мы имеем дело как раз с такой сознательной попыткой фальсифицировать понятие воинской этики. В самом деле уж не считает ли фельдмаршал, что под Сталинградом и вообще в минувшей войне мы сражались за святое и правое дело, не щадя ни сил, ни самой жизни в борьбе за высшие нравственные идеалы, как того требовала наша солдатская честь. Нет, автор этих строк и многие его товарищи в Сталинградском котле осознали до конца всю жестокость судьбы, разуверившись в том, что они кладут свои жизни на алтарь Отечества, защищая свой народ. Трагедия непосредственными участниками, которые мы были, слава Богу, раскрыла нам глаза на все происходившее в Германии и за ее пределами, рассеяла наши заблуждения и заставила трезво взглянуть на вещи. Смутное подозрение, которое многие из нас до тех пор так или иначе старались заглушить, переросли в твердую уверенность в том, что Сталинградское побоище было расплатой за политические злодеяния, логическим результатом захватнической и несправедливой войны, развязанной Гитлером. И десятки тысяч солдат проклинали в те дни Гитлера и послушных ему высших военачальников. Казалось бы, фельдмаршал фон Манштейн, талантливый полководец, занимавший столь высокий пост и лучше других знавших, каковы были подлинные причины Сталинградской трагедии, должен был одним из первых сделать для себя политические выводы и воспротивиться воле диктатора. Выше уже говорилось о том, что он отказался от участия в сопротивлении. Пытаясь оправдаться, фельдмаршал пишет по этому поводу в своих мемуарах, что в тот момент, это было уже в 1944 году, он, к сожалению, оказался не в состоянии до конца убедиться в моральной деградации всего режима и распознать подлинную натуру Гитлера. Пусть так, но он, во всяком случае, на собственном опыте убедился в том, что под Сталинградом безответственности невежества величайшего полководца всех времен, которому он сам, германский фельдмаршал, служил верой и правдой, привели нас к невиданному в истории поражении. Однако и после этого Манштейн не осознал лежащую на нем ответственность. Причиной тому его аполитичность и холодное, пустое сердце, однажды уже побудившее его поставить свою подпись под позорным приказом по армии, противоречившим безупречным прусским боевым традициям. Если уж Манштейн и упрям не считал себя в праве оспаривать военно-политические решения Гитлера, то неужели он не понимал, что политический руководитель, вмешиваясь в его распоряжение и срывая его планы, незаконно присваивает себе функции верховного главнокомандующего. Заблуждение и сознательный самообман завели фельдмаршала в тупик, окончательно запутавшись, не сумев провести границу между превратностями судьбы и ответственностью полководца он все глубже погружался в трясину бесчестия и не сберег своей боевой славы и доброго имени. Бода Шойрих писал об этом так. Роковая опухоль уже расползлась по всему организму и симптомы ее проявлялись и в той сфере, где Манштейн пользовался непререкаемым авторитетом. И здесь диагноз больше не вызывал сомнений. Разложение прогрессировало. Казалось бы, военная верхушка должна была призвать к свержению политического руководства. Хотя бы уже потому, что преступная клика, стоявшая во главе государства, подрывала его вооруженные силы, губила солдат. Тех самых солдат, за судьбу которых Манштейн, как он подчеркивал, это не раз считал себя полностью ответственным. Не могла ли Германия рассчитывать на благополучный исход войны, если Гитлер, не встречаясь сколько-нибудь серьезного противодействия, расшатывал вермахт, от которого, по мнению самого фельдмаршала, и не только его одного, в тот момент зависело все. Поскольку Манштейн не мог не видеть этого, остается лишь сделать вывод, что он не считал себя связанным какие-либо моральными обязанностями и принципами воинской этики. Фельдмаршал, судя по всему, не в состоянии был даже понять, что поставив себя выше этих нерушимых принципов, он отрекается от традиций, в которых он сам был воспитан и который был обязан всем. В наши дни вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что битва на Волге была своего рода генеральной репетицией полного политического, идеологического и морального крушения нацизма. Тем более, тягостное недоумение вызывает в связи с этим эпиграф к Сталинградской главе потерянных побед. Просто диву даешься, как решился Манштейн предпослать этой главе гордую надпись на могиле спартанского царя Леонида и трехсот его воинов в Фермопильском ущелье. Путник, если ты придешь в Спарту, скажи, что мы пали здесь, как повелел закон. Шиллер считал эту эпитафию прекраснейшей в своем роде и назвал ее благородным памятником в честь гражданской добродетели. Но приводить это древнее изречение в связи с катастрофой на Волге совершенно неуместно и бестактно. Более того, подобную героизацию можно оценивать лишь как вредоносную попытку затушевать и свести на нет подлинное значение Сталинградской трагедии как великого исторического урока. В самом деле, какой закон повелел немецким солдатам умирать на берегах Волги? Я вспоминаю насквозь лживую панихиду по живым, которую Геринг произнес 30 января 1943 года. В ней он говорил о неумолимом законе войны, о чести немецкого народа и превозносил агонию 6-й армии как беспримерный героизм. Помню я и то, с каким возмущением восприняли мои товарищи эти напыщенные словословия, расценив их как дешевую пропаганду. Слишком уж явным показалось нам еще и в те дни стремление оправдать безответственность немецкого верховного командования и изобразить чудовищное поражение как национальный подвиг. Сравнение же с героями-спартанцами, павшими в Фермопильском ущелье вызвало у нас чувство брезгливого отвращения. Творимая легенда о немецких героях погибших под Сталинградом, которую Монштейн к великому сожалению пытается пустить в оборот, бестактно и лживо насквозь. Трудно сказать об этом более убедительно и кратко, чем это сделал генерал Дёрр, характеризуя катастрофу, разыгравшуюся на берегах Волги. Сталинград не был для нас неоправданной жертвой, какой была для Спарты Фермопильская битва, неблагородным самопожертвованием, на которое сознательно шли древние испанцы в осаждаемой Нуманции. Нет, Сталинград войдет в историю как пример величайшего военного просчета, допущенного когда-либо полководцем и тягчайшего преступления государственной власти перед собственным народом и его армией, доверием которых оно злоупотребило самым подлым образом.